Я очень ценю эту возможность представить свои идеи в такой аудитории и рассматриваю ее как возможность такой... Как в некотором роде политическую встречу или как рабочий вокшоп, потому что у вас есть своя перспектива, свой опыт, свое понимание ситуации. У меня, соответственно, своя, исходя из моей экспертной области. И поэтому важно, конечно, для самого начала пояснить название лекции. Отчасти, Лена, это уже начала делать. Белорусская революция и независимые медиа. Важно тут избежать превратного понимания. Моя экспертная область – это политическая философия, социально-критическая теория, этика. И, соответственно, то, что я могу предложить, исходя из своего бэкграунда, это анализ причин и структурных оснований революционных трансформаций, произошедших в нашем обществе и текущего кризиса. И, исходя из этого анализа, я хотела бы в финальной части лекции обозначить ряд задач и вопросов, которые, как мне представляется, в нашем контексте имеет смысл адресовать независимым СМИ. И, соответственно, я надеюсь, что они станут предметом нашего общего обсуждения. Поэтому я действительно мыслю, отношусь к этой встрече, как к коллегиальному собранию, и хотела бы мыслить ее именно в такой системе координат, практически, как в окшоп. У нас разные перспективы, но совершенно очевидны общие задачи. В первой части, основной, я представлю свой какой-то такой концептуальный набросок структурных сдвигов, которые лежат в основании нашего социально-политического кризиса и определяют его характер. И в конце я хотела бы предложить несколько тезисов для нашей общей дискуссии, связанных с, моим пониманием, позицией и способов работы независимых медиа в условиях нашего кризиса. Итак, структурные сдвиги. Перед тем, как двинуться в том или ином направлении, важно определить точку отчета. Точка отчета для нас является исходный тезис о взаимосвязи устройства личности и устройства общества. Соответственно, структурные сдвиги не могут отслезываться по двум направлениям. И я кратко остановлюсь на том, какие сдвиги происходили в плане устройства личности. Что мы в такой более или менее близкой исторической перспективе можем отследить в этом плане? Я буду говорить о понятии, которые в англоязычной литературе звучат как agency, по-разному переводится на русский, но если не вводить чуждое на таком уху понятие агентности, оно есть уже в литературе, но оно как-то так отчуждение вызывает. Мы можем говорить просто, ну это понятие уже закрепилось и в журналистских разных эссе, говорить о субъектности. Вот agency или вот субъектность имеется в виду здесь способность быть рефлексивным, ответственным актором в различных социальных, социально-политических контекстах. И вот по этой линии можно отследить, на мой взгляд, два сдвига, совершенно отчетливо, начиная с нулевых и вплоть до 9 августа 2020 года. То есть вот мы возьмем этот промежуток и посмотрим, как менялась субъектность, agency в нашем гражданском обществе. Исторически мы берем за точку отсчета нулевые, 2000-е, начало нулевых. И здесь я хотела бы отослать вас к очень хорошей аналитической статье моего коллеги, философа, друга Владимира Фурса, который умер более 10 лет назад. Но в последние годы своего творчества он написал несколько очень хороших аналитических статей, посвященных Беларуси. Они считаются тяжело, но это того стоит. И я хочу сейчас к одной статье Владимира отослать. Она называется «Белорусская реальность в системе координат глобализации». Вышла, по-моему, 2004, может быть, 3-й, 2004 год. Вот в этой статье Фурс делает такую диагностику, общую диагностику положения дел в обществе, положения дел с агентностью, субъектностью, и как сцеплена структура личности, субъектность, насколько ее можно опознать в нашем, в массе, да, так среднестатистически, в белорусском обществе на тот момент, как это состояние субъектности сцеплено с теми структурами власти, которые в обществе на тот момент присутствовали и развивались. И очень кратко я сейчас реконструирую эти тезисы. Владимир пишет... Это, в общем, такие тезисы, разделяемые почти всеми аналитиками восточноевропейского постсоветских трансформаций. И касаются не только Беларуси, разумеется. Он говорит о дезориентации... Мы сейчас находимся в фокусе индивидуальной перспективы, да? Отдельного индивида, отдельной личности. Он говорит о дезориентации людей из-за распада советского символического универсума. То есть мир распался, почва ушла из-под ног. И еще будет такое важное понятие, как шок глобализации. То есть распадается Советский Союз, и одновременно есть вызовы, связанные с волнами глобализации, которые уже, конечно, подступают и берут, так сказать, в свой оборот постсоветское пространство. И здесь важно еще такое описание у Владимира, как он говорит о неожиданном бремени автономии, которая свалилась на голову постсоветских индивидов. И, конечно, уже к 2000-м это бремя автономии имело за собой уже некоторую историю, да? Десять лет прошло, чтобы можно было понять, что означает это бремя автономии, когда опираться на благо социального государства было больше нельзя, а нужно выживать, как-то строить карьеру и так далее. И вот это неожиданное бремя автономии, оно связано, с одной стороны, с кризисом идентичности, а с другой стороны, с разрушительной социальной атомизацией. То есть советское государство держалось на определенных паттернах коллективизации. Пускай оно было идеологически кодировано, пускай это были сообщества какие-то ненастоящие, как мы сейчас можем это разоблачать, но были определенные паттерны коллективной жизни. И в общем среднем, и массе на уровне обычных учителей и инженеров все эти профсоюзы, слеты, соревнования. То есть был какой-то багаж коллективности такой, между прочим, позитивный в том числе. По нему сейчас ностальгируют многие, кто долго пожил при Советском Союзе. Но вот есть теперь эти два направления. Кризис идентичности и социальная атомизация. И здесь возникает запрос на выработку индивидуальной стратегии выживания в новой социальной реальности. И чтобы определить эту стратегию, Владимир Фурс предлагает понятие довольно жесткое такое. Он говорит, он описывает эту стратегию в терминах морального деградации и говорит о самоумолении личности. Вот это самоумоление личности, с чем оно связано? Связано с тем, что индивид идентифицирует себя с официальными инстанциями или с харизматическим лидером. Потому что эта опора позволяет перенести бремя ответственности на других за принятие решений в опасном большом мире. говорит о самофункционализации. То есть дезориентированный индивид заново обретает себя как исполнитель позитивных социальных ролей, одобренных властями. Еще один важное такое наблюдение – это заземление индивидуальных жизненных проектов, амбиции, если угодно. Речь идет о том, что люди, опять же, в массе, связывают перспективу осмысленной и счастливой жизни с проживанием в ближайшем социальном окружении и, конечно, с какой-то минимальной мобильностью. Короче говоря, стратегия минимизации рисков. Принятие привычных форм повседневной жизни в качестве такого позитивного своего мира и вытеснения по возможности всех дестабилизирующих сил глобализации. Они тогда ассоциируются с чем-то чуждым, агрессивным, ненужным и так далее. Ну и, конечно, аффективные, эмоциональные инвестиции в государство, которое обеспечивает прочность границ своей земли. Хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, из перспективы сегодняшнего дня, это видно, может быть, более отчетливо, чем это было в начале 2000-х, для интеллектуала с тем бэкграундом теоретическим, который был у Владимира Фурса. Сегодня точно можно говорить, что Владимир был, наверное, слишком суров в определениях. У него есть такие понятия, как структурная патология личности, самоограничение вменяемости. Но в целом тенденция схвачена у него верно. Речь идет о том, что гражданская субъектность, вот эта самая agency в массе своей, она, в общем, стремится к нулю. Я не говорю... Мы не ведем сейчас речь о каких-то отдельных политических сообществах, отдельных гражданских инициативах, то есть очень таких частных, небольших образованиях, имеющих какое-то свое видение, о больших тенденциях. Уже в нашем контексте сейчас в то время, ну или вот десятилетку, по меньшей мере, с 2000 по 2015 год, может быть, так примерно, принято определять в терминах социального контракта. Ну, вы наверняка знаете уже этот язык, кто уже только не определял так нашу ситуацию, то, что произошел разрыв социального контракта, связанный с тем, характеризующийся вот этим обменом лояльности на социальную... То есть лояльность в обмен на социальную стабильность. В общем-то, об этом пишет и Фурс, только вот так, более в такой жесткой... используя более жесткий категориальный аппарат. И вот это понятие самоумоления, тоже, которое он использует для характеристики качества субъектности в нашем гражданском обществе, это, конечно, сегодня видится как сильная гипербола, потому что слово самоумоление указывает на то, что якобы был какой-то рефлексивный выбор. Но этого рефлексивного выбора не было. То есть те процессы, которые описывает Владимир Фурс, они не были в полной мере выбором, они не были рефлексивным выбором. И здесь для подтверждения этого можно опираться на концепт, который разрабатывается и в философии, и в социологии. Ну, может быть, вам известен и социологический контекст, например, бурзьо. Есть такое понятие как габитус. Ну, некоторые говорят хабитус. Это понятие означает, что... То есть исторически личность определена тем контекстом, в котором она складывалась, определена вплоть до телесных каких-то своих привычек. И вот этот габитус социальный, он определяет горизонт воображения и горизонт способности индивида. И в этом плане вот те жесткие понятия, которые использовал Владимир, в целом верно диагностируя ситуацию, они, на мой взгляд, немножко не считаются вот с этим габитусом. Ну, выбора, рефлексивного выбора на тот момент у белорусов, опять же, в массе не было. Общество и люди выживали так, как у них получалось. И социальный контракт, который сложился больше, чем на десятилетие, он исторически был обусловлен. Двигаемся дальше. 2014-2019 год. Я хочу взять этот период. Мне кажется, это период, когда можно отследить определенные симптомы, по меньшей мере, психологические симптомы отслоения, отчуждения от социального контракта. Хочу начать с опроса, привести для начала результаты опроса 2016 года. В 2016 году Международная некоммерческая организация «Пакт» проводит в Беларуси национальный социологический опрос. Он называется «Тест на гражданственность». В июне 2016-го он проходил, и результаты публиковались в 2017 году. Вот данные этого опроса, ну, в общем-то, он довольно комплексный. Я лишь небольшой фрагмент хочу сейчас привести. Описывают, показывают, в частности, ситуацию по одному из основополагающих моментов политической субъектности. А именно по тому, что касается веры индивида в то, что его или ее действия могут что-то изменить. То есть был комплекс вопросов, которые должны были выявить, насколько белорусы, каждый вот индивидуально, верят в то, что они в состоянии на что-то влиять в том обществе, в котором они живут. И вот я только ответ на один вопрос хочу вам привести, и даже, ну, несколько показателей. Вопрос такой был. Как вы считаете, ваш личный выбор и поведение, действие или бездействие, влияют на что-либо в Беларуси? Были такие опции. Влияют на качество моей личной жизни, и надо отвечать, согласен или не согласен. Влияют на качество моей личной жизни и жизни моей семьи, родных и близких. Влияют на политику местных органов власти, да или нет. Влияют на решение высших органов власти и государственную политику. Есть, затрудняюсь ответить, отказ от ответа. Я возьму только два вот этих вот опции. Влияют на политику местных органов власти. Не согласных с этим утверждением оказалось... Ну, как вы думаете, сколько процентов? Ну, то, что мы не влияем на политику органов власти. 81 по 85. Кто больше называется? 98,6. Ну, агентство ПАКТ, в общем-то, заслуживает какого-то внимания. Они, в общем-то, проводят опросы. Это для них был непилотный проект. И поразительно, но такой же ответ, такой же показатель и по вопросу влияют на решение высших органов власти и государственную политику. Тоже 98, с какими-то сотнями. Это, конечно, невероятно показательный результат. И вот Павлюк Быковский на новинах БАЙ публикует... Он представлял результаты указанного опроса в публикации под характерным названием «Все решает государство, белорусы проявляют фатализм и апатию». Я специально привожу название этой публикации, и она подтверждается специальными комментариями Павлюка. В частности, он добавляет такой комментарий, цитирую. «Наверное, это может также свидетельствовать о депрессивных настроениях и апатии». Это 2017 год. И вот тут я отталкиваюсь от этой цитаты и хочу обратить ваше внимание на то, что с 2014 по 2019 год в независимых СМИ, а также в официальных СМИ, но в независимых совсем по-другому, ну, то есть с совсем другой тональностью и с другим прицелом, таким социально-критически ориентированным, становится регулярной темой тема депрессии. Я хотела бы в этой связи показать вам книгу, которая у нас недавно вышла. И я на нее тоже хотела бы вот сейчас чуть-чуть сослаться. Просто чтобы подкрепить свое вот это заявление, что тема депрессии становится регулярной в независимых СМИ, лишь несколько названий приведу. Белорусы становятся депрессивной нацией. Новины Бай, 16-й год. Наши хандра, чего белорусы впадают в депрессию. Белорусский журнал, 16-й год. Все решает государство, белорусы... А, ну вот это я сказала, 2017-й, Павлюк. Потом. В Беларуси страдают от депрессии чаще, чем в среднем мире. Этот материал впервые был опубликован на сайте Еврорадио, 17-й год, после чего 4 раза воспроизводился на других площадках. Ситидок, Белорусский партизан, Наша Нива и еще ряд. Потом. Кому в Беларуси жить не хочется? Знак вопроса. Свободные новости плюс, 18-й год. Ну, еще один пример. Эксперт. Депрессия распространяется по регионам, как вирус. Завтра твоей страны, 18-й год. Ну, последний пример. Пять причин угрюмости белорусов. Завтра твоей страны, 19-й год. Депрессия как социальный феномен. Вот что оказывается в прицеле независимых СМИ. По-разному. И этому было посвящено наше исследование, которое мы провели, пытаясь это академически, в таком междисциплинарном ключе, проанализировать. И вот вышла у нас такая книжка. В 2020 году была презентация в Минске в рамках продмовы. Мы смогли это сделать в октябре 2020 года. Книга называется «Без будущего. Депрессия и авторитарное общество». Рекомендую к прочтению. Сейчас, наверное, мне только сослалась. В этой книге мы действительно показываем, что депрессия как социальный феномен может рассматриваться как важный симптом сдвига, произошедшего с agency, с субъектностью. Депрессия как парадоксальная форма протеста против социальной реальности, как парадоксальный способ заявить свое право на субъектность. Патологический симптом, указывающий на неприятие существующей реальности. То есть если результаты фурса показывают, что с приятием реальности как раз все в порядке, структуры личности и структуры общества, дополняют комплементарные, сейчас происходят какие-то изменения в обществе, если не со всеми, то по меньшей мере с определенными социальными группами. То есть тут очень важен социологический анализ, которые начинают показывать, что происходят какие-то подвижки. Вот этого сцепления, которое мы называем словом «социальный контракт», такого беспроблемного уже нет. И еще раз подчеркну, здесь, конечно, нельзя обобщать. Нужна прицельная социологическая оптика, чтобы показать, какие же социальные группы здесь выходят на первый план. Можно показать, почему молодежь здесь уязвима в первую очередь. То есть какие именно группы не вписываются в рамки установившегося к нулевым и с двухтысячных социального контракта. Депрессия как социальный симптом, как социальная патология, не психопатология, а как социальная патология, она указывает на то, что формируется запрос на утверждение новой субъектности. И, кстати, в плане социологической рамки в качестве первого приближения советую вам почитать, кто еще не знаком, это публиковался материал в белорусском журнале, Владимир Мацкевич предложил такую модель трех идеальных типов. Он предложил взглянуть на белорусское общество в терминах трех миров. Есть люди первого мира, второго мира, третьего мира. Вот если опираться от этой модели, предложенной Мацкевичем, то можно сказать, что к депрессии в наибольшей мере расположены в системе координат белорусского общества люди, которых Мацкевич относит ко второму миру. Совсем кратко, это люди, у которых открыт горизонт, которые понимают себя этически, морально, эстетически в плане образования в системе координат глобализующегося мира. То есть они образованы, у них есть саморефлексия, они понимают, что такое личностная мотивация, у них есть запросы, которые соответствуют, ну, скажем так, европейскому цивилизованному миру. Но находясь в системе координат белорусского общества, они на каждом шагу институционально или еще каким-то образом наталкиваются на так сложно выстроенную систему препятствий, большего связанную, конечно, с устройством власти. Ну, и тут надо внимательно анализировать, какие же именно пересечения различных институциональных моментов, свойственных белорусскому обществу, в конечном счете располагают к формированию такой депрессивности. Следующий сдвиг. Следующий сдвиг связан как раз с гражданской мобилизацией 2020 года. Это в первую очередь антиковидная кампания, которая выявила тот факт, что белорусское общество не только в столице, но повсеместно, неоднородно и обладает очень серьезным потенциалом для гражданской активности и для самоорганизации. Это стало уже понятно в рамках антиковидной кампании. Одно волонтерское движение, чего тут стоит, но тоже сюжет вам известный, нет смысла на это сейчас подробно останавливаться. И, конечно, то, что последовало за антиковидной кампанией, собственно, предвыборная кампания. Вот на волне гражданской мобилизации 2020 года гражданская субъектность, она отчетливо наметилась в отдельных группах, а в каких-то группах, безусловно, мы можем говорить о том, что она, очевидно, сформировалась. И вот это формирование или какое-то пунктирное обозначение новой субъектности, потенциала гражданского, важно понимать, что оно сформировалось в контексте постепенного и все более отчетливого расхождения между гражданским обществом и государственным аппаратом. То есть, я хочу сказать, что то, что мы... То состояние гражданской субъектности, которое мы можем констатировать по результату гражданской мобилизации 2020 года, антиковидная и предвыборная кампания, оно имело, конечно, определенные социально-исторические предпосылки. И в негативном плане к таким предпосылкам принадлежит как раз кризис репрезентации со стороны власти. Становилось все более и более понятным и очевидным, что власть больше никого не репрезентирует. То есть власть работает, институты власти, вертикаль власти работает по своим каким-то алгоритмам, а гражданское общество развивается по своим алгоритмам. И это два мира, которые пересекаются лишь настолько, насколько к этому, опять же, обязывает институт государства. И вот мы подходим к августу 2020 года, к точке выборов. Здесь, вот после тех сдвигов, которые я так пунктирно отследила, от 2000-х до этапа предвыборной кампании, мы подходим вплотную к 9 августа. И здесь, если брать уже все то, что с нами произошло после проведения президентских выборов, то здесь уже категория сдвигов, конечно, недостаточно. Потому что сдвиги, как такое рабочее понятие, оно все еще предполагает возможность реформ, возможность реформирования общества, возможность выстраивания каких-то надежд на логику реформирования. Реформы могут быть более или менее радикальными, но реформы остаются реформами, а не революцией. Послевыборная фаза, конечно, требует другого языка описания. И здесь мы можем говорить уже о таком драматическом скачке в гражданском созревании, в приведении тех, у кого еще не было этого состояния, в моду с такой гражданской вменяемости, субъектности в строгом смысле слова. Вот из философского словаря, если подобрать какое-то, искать какой-то подходящий язык описания, то есть такой известный, предложенный еще со времен Гегеля, понятийный аппарат, заимствованный потом и в марксистской традиции, и Лениным, ну и так далее. Есть понятие качественного скачка, перерыва постепенностей. То есть речь идет как раз о том, что что-то происходит в обществе, и это касается и субъектности, что какое-то новое качество, которое обретается не в результате реформ, а именно через революционный прорыв. И такой революционный прорыв в формировании гражданской субъектности с Белоруссией случается по факту того, что случилось с 9 по 12 августа в нашей стране. Завершая вот эту линию анализа, мы пока двигались по линии, пытаясь отследить, какие же произошли изменения, связанные с трансформацией субъектности по линии понятия agency. В завершение я хочу отослать вас к результатам последнего исследования этого немецкого аналитического центра «ЗОИС». Исследование проводилось в июне 2021 года. Там тоже много интересных результатов. Геннадий Коршунов недавно еще отдельно запостил у себя в Телеграме, обратил наше внимание на то, чтобы мы не выпускали результаты эти. Но я только один хочу блок результатов привести в тему формирования agency, гражданской субъектности. По результатам этого анализа приоритеты для развития Белоруссии, которые выделяют сегодня граждане Белоруссии, находящиеся в стране, это первое место – независимость и суверенитет. Второе место – подлинное участие граждан в политической жизни государства. И третье место – поддержание достойного уровня жизни населения. Ну, вы видите, то есть на первом месте находится именно та связка, которая показывает и говорит о формировании агентности, о… то есть такая манифестация. Обратимся к структурным изменениям, которые происходили в социально-политическом поле. В качестве эпиграфа я хочу взять слова из работы Жижика о насилии. Жижик не имел в виду, конечно, белорусское общество, но эти слова как-то очень хорошо резонируют с нашим опытом. Цитата такая. Словно некое грандиозное потрясение требуется для того, чтобы дух солидарности возродился в тех обществах, в которых мы живем. Ну, это и про нас тоже. К нам это тоже можно отнести. После выборов происходит какой тут происходит важный структурный сдвиг. происходит формирование и заявление о себе коллективного политического субъекта, выступающего против авторитарной власти. Этого коллективного субъекта можно определять по-разному. Можно говорить гражданское общество, понимая этот термин в широком смысле, не только в плане институтов гражданского общества, но как сообщество граждан. Солидарное сообщество граждан. Можно говорить о демократической общности. Мы это видели. Мы видели, как массовые мирные марши стали такой уникальной политической эпифанией, то есть явлением и выявлением демократической общности как солидарной множественности. В силу чего этого стало возможно? Вот вопрос, которым надо задаваться. Какие структурные предпосылки лежат в основании беспрецедентной политической мобилизации, беспрецедентной политической солидарности? Я хочу сегодня остановиться на двух ключевых моментах. Первый момент может быть формируется еще на предвыборной фазе и касается особенностей политического антагонизма, который установился между Светланой Тихановской и Лукашенко, ну, как кандидатами на выборах, вот после того, как сформировался единый штаб. И уже на этом этапе нам потребуется ввести понятие суверенной власти. Потому что, мне кажется, оно очень важно для того, чтобы понять, что вообще, что сейчас на кону, что в принципе по гамбургскому счету на кону в рамках того политического кризиса, который имеет место в Беларуси. И второй момент это то, что свойственно уже этапу после выборов. И этот момент связан с разрывом между этическим измерением и политическим измерением. Сейчас я попробую остановиться на этом более подробно. Итак, первый момент это политический антагонизм. Особенность политического антагонизма, который наметился уже на предвыборной фазе. Что тут важно? Обычно политический антагонизм разворачивается, ну, если брать антагонизм, которые принимают часто острую форму в рамках предвыборных кампаний. Обычно политические антагонизмы разворачиваются в рамках дискурсивной борьбы за гегемонию. Ну, то есть различные партии, кандидаты выдвигают различные политические программы, которые могут вступать, действительно находиться в таком остром конфликтном отношении. Вот тот политический антагонизм, который сформировался в рамках предвыборной кампании в Беларуси после объединения, после формирования единого штаба, он разворачивается не в плоскости дискурсивной борьбы. Это не антагонизм разных политических программ или разных политических идеологий. Этот антагонизм разворачивался в плоскости противоположного взгляда кандидатов на отношения между законом и властью. Ну, я напомню, в общем-то, не напомню, а просто зафиксирую этот момент, напоминать, конечно, тут нет смысла. Программа Светланы Тихановской предполагала, была сфокусирована на одно, на восстановлении верховенства закона, на проведении новых выборов в соответствии с Конституцией. А теперь посмотрим на поведение Лукашенко. Никакой политической программы предвыборной он, как мы прекрасно знаем, не предлагал, и в этом не было необходимости. Поведение Лукашенко таково, что сознательно или нет, скорее всего, бессознательно, он следовал принципу суверенной власти вот в том виде, в котором этот принцип был концептуализирован в европейской политической мысли, как она может быть прослежена от Гоббса – это философ, написавший знаменитый трактат «Левиафа». От Гоббса к Карлу Шмидту, мыслителю, теологу, юристу, репутация которого очень сложная, потому что так исторически связывается с нацистским режимом, но одновременно это очень интересный и сложный мыслитель, чье наследие заслуживает очень пристального внимания. Вот этот концепт суверенной власти, он был снова переосмыслен и в современной философии. Маленькая отсылка для тех, кому это может быть интересно. Такие мыслители, как Фуко или Агамбен снова обращают внимание на это понятие и показывают и вписывают это понятие при анализе современных западных обществ. Ну, это краткая ремарка, просто чтобы было понятно, что это концепт, который не принадлежит истории, это не архив, это концепт, который находится в поле истории и современности модерных государств. Будь то западное государство, западноевропейские или западные цивилизации, или государство Восточной Европы, включая Беларусь. Что важно сказать по поводу этого понятия? Что нам важно знать, чтобы попробовать с точки зрения этого понятия анализировать политический антагонизм, сложившийся в Беларуси? Не вдаваясь, разумеется, в частности учения Гоббса и Шмидта. Нам важно понять суть этого принципа, принципа суверенной власти. И Гоббс, и Карл Шмидт мыслят в таких терминах, что суверен это или монарх, или диктатор, и, соответственно, он представляет соответствующее суверенное государство. Он и есть лицо, он и есть воплощение соответствующего суверенного государства. Воплощение в смысле главный представитель и носитель абсолютной власти, абсолютный символ соответствующего государства. вот в качестве такого лица представляющего интересы государства абсолютным образом суверен как правитель призван установить право порядок в этом государстве то есть ввести свод законов мы называем это конституция нас референдум на носу установить свод законов и контроль за их выполнения а также обеспечить то есть и тем самым обеспечить мир и порядок внутри страны то есть внутри подконтрольной территории в чем ловушка суверенной власти если она воплощи если она воплощается в одном конкретном лице это ловушка описывается начиная от гоббса до агамбина в терминах парадокса суверенной власти посмотрите что получается если в качестве сувереном выступает одно лицо то это одно лицо оказывается одновременно и внутри и вне рамок закон именно постольку поскольку суверен наделен полномочиям установить право порядок на этой территории то есть для того чтобы так сказать опустить закон на эту территорию сказать должно быть так он сам в этот момент суверен должен быть за рамками закон ну а как иначе можно этот жест учреждения права порядка осуществить это значит что в этот момент суверен по ту сторону закон вот это и есть секрет или парадокс или ловушка суверенной власти что он означает в конкретной политической практике в конкретной политической практике она означает право суверенно ввести чрезвычайное положение то есть суверен решает по своему усмотрению представляет ли нечто угрозу для этой территории это его полномочия и он всегда может сказать вот это представляет угрозу и поэтому я принимаю такое-то и такое решение причем чрезвычайное положение может даже официально не объявляться он может так сказать в качестве так упреждения принимать какие-то меры как суверен которые на которой он уполномочен как суверен этого государства вот это право суверена лукашенко уже отчасти использовал или как это суверен показывает зубы да можно так это описывать это произошло уже рамках предвыборной кампании когда произошли аресты вроде бы как нарушение конституции но суверен и мое право идти на нарушение если считает что это в интересах государства именно такую риторику мы и отслеживали много самых разных заявлений точно также мы слышали предупреждение о том что если что он будет стрелять да то есть это прозвучало в рамках предвыборной кампании теперь посмотрим на сторону на другого кандидата светлана тихановская как кандидат президенты здесь очень парадоксальное ее движение в этой парадоксальной политическом антагонизме получается в этой ситуации что она вступила в борьбу за президентскую власть не с целью замены лукашенко в его полномочиях а с целью обретения эксклюзивной возможности переустановление легитимности самого порядка власти и это тоже возможно потому что есть вот эта виртуальная позиция которая называется суверенная власть это очень хитрая штука и в общем то она работает до сих пор вопрос как она работает в разных политических системах последнее что я хочу сказать в связи с этой предвыборной фазы в связи со спецификой политического антагонизма как он сформировался еще на этапе предвыборной кампании именно потому что политическая программа светлана тихановская была идеологически нейтральна то есть совершенно формально она вот она просто репрезентировала то что можно было бы назвать выбором хорошего общества то есть выбор общества где правит законность в противоположность плохому обществу плохое общество это общество где всегда может вступить все где правит произвол суверена но так если совсем коротко это коротко определять то есть хорошее общество это там где человек каждый гражданин может быть уверен что закон его защищает а плохое общество это когда никто никогда не защищен потому что есть всегда опасность что ты попадешь под прицел произвола суверен в этом и заключается специфика политического антагонизма как он сложился на предвыборной фазе этот антагонизм воспринимался считывался всеми гражданами как элементарная конфронтация между плохим обществом и хорошим обществом и все мы прекрасно помним как как это проявлялась вот такая такая специфика политического антагонизма проявлялась это прежде всего в публичном дискурсе публичный дискурс на тот на тот момент был если угодно чрезвычайно наивный он был просто черно-белый есть хорошее есть плохое есть добро есть зло есть белое есть черное и связано это наивность именно с тем что политический антагонизм как напомню об этом не обретал дискурсивную артикуляцию это не был конфликт идеологии нам нечего было разбирать политический антагонизм был артикулирован в этических терминах мы так это понимали вот хорошее общество вот плохое то есть наш политический антагонизм был вставлен в этическую рамку но если злоупотреблять терминологии на можно говорить об этическом фреймирование политического антагонизма прошу простить если я злоупотребляю всякими не очень удобоваримыми понятиями но именно вот эта этическая рамка политического антагонизма то есть просто из черное а есть белое есть хорошее общество есть плохое именно это стало основой для беспрецедентной политической солидарности нам не о чем было спорить второй важный структурный сдвиг касается разрыва между этическим измерением и политическим измерением после выборов происходит вторжение неограниченного физического насилия которое стало потрясением для общественной системы здравого смысла мы сейчас вот давайте просто вернемся в тот в тот период и будем адресоваться к обществу в целом то есть первую очередь это конечно потрясение для здравого смысла для того что называют common sense до сенсус коммунис общее мирочувствие миропонимание до всякого класса или какого-нибудь квазисоциологического различия то есть есть какой-то здравый смысл который в том числе был почвы и для социального контракта а тут все система вот эта система здравого смысла или то что социологи называют дорефлексивной системой нормальности ну вот как нужно как нормально жить вот жили нормально а все больше жить нормально невозможно вот этот разрыв вторжение насилия и разрыв такая дыра просто провал в системе здравого смысла в конечном счете вот она оформляется как разрыв между этическим и политическим измерения дам рабочее определение этического и политического этическое это ну интуитивно это самоопределение сообщества граждан в терминах развлечения хорошо плохо добро зло соответственно политическое ну сообразно нашему контексту это борьба за право и возможность определять законы и правила общественной жизни и контролировать выполнение этих законов вот вполне достаточные для того чтобы как-то понимать дальнейший материал определение в обычной жизни этическое и политическое пересекаются конечно они могут входить какое-то напряженное отношение друг с другом но в принципе они взаимосвязаны у нас же по факту событий 9 11 9 12 августа происходит вот этот разрыв системы нормальностей и происходит разрыв между этическим измерением и политическим измерением на уровне субъективных переживаний конечно же формируется такой экзистенциальный запрос на одновременно этический запрос на восстановление здравого смысла люди не могут жить с этой с этой дырой в обществе в ткани социальной жизни здравый смысл он должен быть как-то должен сросить ткань социальная должна срастись на этом держится любая общественная система то есть запрос на восстановление здравого смысла и одновременно с этим это означает что есть запрос на восстановление или переустановление взаимосвязи между этическим и политическим вот такое восстановление или же переустановление взаимосвязи этического и политического и предлагается по линии гражданской мобилизации к чему приводит разрыв между этическим и политическим на уровне гражданской мобилизации на уровне того что оказалось возможным вот со стороны гражданского общества ну вот посмотрите мы помним что происходит радикальная поляризация в обществе ну и исходя уже в том числе из того материала который я представил то есть с одной стороны у нас есть эксцесс суверенной власти суверен с вооружившись имея подкрепление силовое идет на санкционированное экстраординарное физическое насилие это перечеркивает здравый смысл перечеркивает социальный контракт а что 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 разворачивается в ответ какая в ответ со стороны гражданского общества приходит инициатива или ответ чем отвечает гражданское общество вот в этой ситуации экзистенциального запроса на восстановление здравого смысла и на восстановление связи этического и политического общество отвечает это сам или этикой ненасилия и вот этот это с или же этика ненасилия противопоставленной эксцессу суверенной власти переходит и оказывается сцеплена на уровне гражданского активизма с политикой ненасилия то есть с какой-то практикой гражданской жизни которая основывается на этике ненасилия вот так по линии активной части гражданского общества то есть по линии тех кто заполнили улицы беларуси возникает совершенно уникальная такая и практика и феномен который надо писать через дефис это этика и политика ненасилия вот то что становится практикой гражданского общества или же активной части гражданского общества которое в конечном счете и составила вот то самое демократическое большинство которому мы сегодня можем апеллировать как политическому субъекту альтернативному суверенному суверенному лицу и носителю суверенной власти и тому кто может до сих пор пытаться продвигать эту логику эту логику значит мы с вами пришли к такому очень важному тезису к тому что мы можем анализировать далее социально-политические трансформации которые происходят в беларуси с точки зрения противостояния этики ненасилия и принципы суверенности или же этики и политики ненасилия и суверенной власти продвигаемый воплощаемый определенным протагонистом определенным лицом что здесь важно с точки зрения политической философии важно что в результате вот такого такой поляризации политического поля народ как такая номинальная фигура в нашей конституции то есть народ же в конституции присутствует но присутствовал долгое время чисто номинально а сейчас народ перестает быть номинальной политической фигурой сейчас мы можем говорить основываясь на конкретном событиях произошедших в общественном поле мы можем говорить о противостоянии двух суверенов демократическая общность с одной стороны и суверен диктатор с другой стороны через эту оптику можно посмотреть и на парадоксальный ритм и длительность массовых маршей это момент которому не очень любят обращаться к аналитике потому что он болезненный и неоднозначный мы все помним что происходило неделю трудимся а на выходные выходные протестуем и так более двух месяцев всю неделю трудимся на выходные протестуем это очень амбивалентный феномен с одной стороны он говорит об отсутствии опыта и навыков коллективного политического действия об отсутствии опыта выработки и реализации единой стратегии тактики он говорит о дефиците политического воображения что обусловлено долгой истории подавления гражданской субъектности то есть это конечно феномен который требует критического анализа и выявления своей собственного генезиса такого исторического у него есть своя история кроме того вот в этом в такой и в такой парадоксальном ритме протеста появляется неизбежный элемент инерции и отсюда как мы тоже хорошо помним уже уже в сентябре но и в октябре тем более октябрь октябрь ноябрь появляются критикой даже в рядах в первую очередь в рядах самих протестующих но не только критика в духе а что дальше ходим ходим а что дальше кстати важно что это было в том числе и сама критика но давайте посмотрим на этот феномен с другой стороны то есть мы посмотрели на него критически и это день им безусловно нужно делать но можно посмотреть на на этот феномен и с другой стороны ну вот здесь очень хорошо конечно нужно ложатся белорусские такие смачные слова вот это этот парадоксальный ритм протеста он показывает такую такую упартость до тревалость такую настойчивость и некоторого рода неотступность что 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 этим проговаривается что проговаривается вот этим телом народа которые в субботу и воскресенье воскресенье в субботу еще как-то фрагментарно воскресенье массово заполняет улицы что проговаривается через это просто телами что говорит это тело она говорит вот мы вот мы мы есть сами между прочим без поводыря да то есть нет никакого лидера северинец сидит статкевич сидит вот мы мы есть без всякого лидера поводыря мы против диктатуры против узурпирования власти это такая манифестация народного суверенитета я думаю руссо был бы очень доволен происходящему тоже кстати автор заслуживающие перепрочтение с точки зрения того что происходит происходило в беларуси и вот эта манифестация народного суверенитета она ведь закрепляется именно через продолжительное повторяющиеся регулярно со своей странной инерцией физическое самопредъявление то есть это конечно воплощение тела конечно очень важно предъявление себя как политика в баре вот он и вот это предъявление себя как политикал бады это конечно является непременным базовым условием для дальнейших политических требований то есть фундамент был заложен два суверена противостоят друг друга в политическом поле наглядно и проявлено здесь очень важно и ну может быть не так важно но очень интересно сравнить наш опыт наш политический опыт с анализом предложенным американским философом философкой джудит батлер недавно в русском переводе вышла книга джудит батлер называется заметки к перформативной теории собрания очень советую почитать в этой работе джудит батлер пытается рассуждать о свободе собраний и ненасильственном сопротивлении насилию и вот посмотрите что она пишет цитату приведу одну вне насилии я хочу подчеркнуть следующее дело не только в том что об этом принципе нужно всегда помнить но и в том что надо определять этим принципом наше поведение и даже желание можно сказать что дело не в том просите можно сказать что дело в том как уступить этому принципу принципу ненасилия ненасильственное действие не сводится к упражнению воли то есть воздержанию от агрессивных импульсов она является коллективной телесной формой активной борьбы поддерживаемой культивируемым ограничением смотрите уступить надо как-то уступить этому принципу ненасилия и надо как-то культивировать самоограничение я просто хочу обратить ваше внимание на то что насколько это описание ориентирующиеся на некоторые примеры из западного опыта у нее есть примеры и не нет не только из западных обществ но сейчас нам интересно конечно наши наш кейс нерелевант не соответствует тому что происходило убирают в беларуси вот эта цитата не про белорусский случай во всяком случае если брать большинство то есть опять же какую-то массу вот эту демократическую общность не было ни порыва не намерение насильственных насильственные реакции можно сказать что вот та этика и политика ненасилия которая была которая была стала практикой политической борьбы показала решительную неспособность белорусского гражданского общества на коллективное насилие это отказ на дорефлексивном уровне это не то что описывает батлер мы имеем дело с таким 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 вот не агрессивным социальным телом со стороны гражданского общества не было движение что надо уступить эту соню насилия не было упражнений воли не было специального культивирования ограничения этого не требовалось даже такой вопрос не возникал речь идет о какой-то такой тяжелый социальной материи от тяжести социального тела а какой-то обязующей силе нашего габидуса причем этот габидус он гетерогенен его нельзя вот это слож вот эта тяжесть социального тела которая решительно не способна на коллективное насильственное действие этот габидус он его генезис очень гетерогенен здесь можно смотреть и советскую линию можно смотреть как более глубоко по исторической линии то есть это тоже сам по себе сложный вопрос по поводу которого можно не то что лекцию а книжку писать вот но опять же комбивалентности да вот именно в этой неспособности к насилию народная political body выступила как политическая альтернатива суверену диктатор понятие демократическая общность у нас стало обоснованным и она стала воплощением категории народа как политического суверена что хочу подчеркнуть опять же со ссылкой на недавнее исследование теперь chatham house июльское исследование то что вот эта этика и политика не носили она ведь до сих пор поддерживается демократическим большинством напомню за активный протест 37 процентов требования остановить насилие и освободить политических заключенных 61 процент а необходимость провести новые выборы 65 процентов то есть вот эта вот линия да выбранная она в общем то остается в силе каков политический смысл этого противостояния противостояния двух суверенов это делегитимация и десакрализация власти суверены диктаторы вот это делегитимация она делает все чрезвычайные меры диктатора изоморфными внешнему вторжению я имею ввиду что с точки зрения вот этого нового коллективного субъекта суверен узурпатор действует по отношению к нелояльным гражданам как врага именно поэтому оказывается возможным вводить понятие внутренней оккупации это мы двигались по линии но то есть с точки зрения нашей с точки зрения сторонников перемен попробуем сменить оптику очень кратко попробуем взглянуть на эту ситуацию с точки зрения суверена узурпатора да что становится для него потрясением потрясением становится кризис легитимности и возникает задача каким-то образом сохранить свою суверенную власть утвердиться вот в этой позиции суверенной власти ответ на какой здесь логика ответа понятно это насилие репрессии внутри сторон внутри страны это совершенно определенная логика действий во внешней политике нужно утвердиться в качестве суверена в международных отношениях вам если внутри страны все очень сложно кризис легитимности то нужно попытаться утвердиться в качестве суверена в международных отношениях и мы имеем то что имеем мы имеем мигрантский кризис это способ заставить считаться собой как суверен я суверен представляющий это государство и последнее что очень важно и это как раз уже про пропаганду и про возможную реакцию со стороны медиа это нужен легитимирующий дискурс политика это такая вещь которая принуждает говорить суверен как политик обязан говорить и это хорошо потому что то что он говорит всегда является также элементом несется содержит в себе элемент саморазоблачения что производит суверен производит в своей публичной риторики производит иллюзию производит вымышленный мир и та иллюзия которую он производит совершенно предсказуемо это классическая идеология суверена диктатора враги снаружи враги внутри международный заговор необходимость общей мобилизации народного единства чтобы отстоять страну и отсюда в самых разных публикациях появляются отсылки к шмидту исторические сопоставления со сталином и гитлером то что из одной перспективы видится как внутренняя оккупация из перспективы суверена суверена узурпатора видится совсем других терминах а именно в терминах чрезвычайного положения это его логика итог с точки зрения политической философии суть нашего кризиса это эксцесс суверенной власти это злоупотребление правом суверена на действия за рамками закона это обнажение опасных импликаций принципа суверенной власти на кону реально нашей социально-политической жизни пересмотр принципа суверенной власти если посмотреть на европейскую политическую традицию то в ней были выработаны действенные инструменты чтобы минимизировать риски связанные с суверенной властью это принцип разделения властей парламентская традиция но какие бы инструменты мы не изобретали в любом случае суверенная власть как феномен является основанием политической реальности мы уже говорили о том что суверенность означает право на учредительную власть вопрос в том кто и каким образом собирается ее осуществлять и последний момент который я хотела зафиксировать в связи вот с этой политической повесткой да то есть и с тем что на кону социально под нашим политическом кризисе это то что учредительная власть имеет прямую связи имеет прямую связь с насилием правопорядок который устанавливается от имени суверенной власти это не что иное как институционализированное насилие еще не физическое насилие но это институционализированное насилие потому что правопорядок или закон это налагание ограничение определенных возможности определенного наказания за нарушение закон насилие связано с с учреждением правопорядка, то есть учредительная власть, предполагает насилие, требуемое для поддержания правопорядка, включая физическое насилие. Наш кризис – это тяжба о суверенности. И вместе с тем о суверенитете государства, потому что народная делегитимация суверенного правителя, суверенного узурпатора, что она делает? Она отделяет вопрос о суверенитете государства от лица суверенного правителя. Вот это разрыв политический, который сохраняется, и мы его опознаем, и в этом месте можно ставить вопрос о позиции медиа или о месте и роли независимых СМИ вот в этой тяжбе о суверенности. Что касается позиций и способов работы медиа, если мы находимся в этом контексте тяжбы о суверенности. Несколько тезисов я хотела бы ввести. Первое, что, на мой взгляд, действительно можно опознать, это то, что происходит такая сквозная политизация медиа. Она обусловлена радикальной поляризацией политического поля и этической рамкой политического антагонизма, о которой мы говорили. В субъективном плане это... То есть как мы опознаем эту политизацию? Ну, вы, наверное, лучше могли бы это как-то сформулировать. В субъективном плане, как мне представляется, это невозможность дистанцироваться от этикополитического самоопределения. И это означает, что вот этический профессиональный канон, который в журналистике связан с принципами нейтральности и беспристрастности, он претерпевает такую перезагрузку. Он не выключается, конечно, но этот канон теперь работает на основе этикополитического самоопределения. То есть на входе позиция журналистов, представляющих независимые СМИ, она не беспристрастная позиция, потому что есть интерес и есть мотивация способствовать окончанию этого режима. То есть можем говорить о какой-то новой политической ангажированности. И одним из следствий этого становится, например, политизация контента на ресурсах, которые раньше вообще политические сюжеты никаким образом не освещали. Ну, например, Ку-Ку, Вилыч. Вот все мы знаем такие примеры. Можно говорить также о вынужденной политизации. В качестве такого наглядного примера можно сослаться на судьбу Тутбай. То есть можно сколько угодно долго стараться придерживаться тактики такого сбалансированного информирования, достижения какого-то баланса, в информировании о фактах с разной стороны. Но на сегодняшний день мы понимаем, что власти не нужна более-менее объективная картина фактов. Ей критически необходимо навязать свою картину мира, то есть свой определенный миф. Поэтому любое усилие быть объективным, предлагать какую-то взвешенную аналитику, оно на входе оказывается под угрозой. Этому уже тоже есть симптом. Сегодня это, пожалуй, очень как-то острое переживается и считывается это то, что началась самоцензура. Особенно в еще незапрещенных изданиях, ну или, например, в телеграм-каналах, телеграм-каналах людей, которые находятся в Беларуси. Чтобы не быть голословным, вот вам цитата из интервью с Петром Кузнецовым. «Доводится все шостерожничать и подбирать слова. На мою думку, уголовный фактор небеспеки у сегодняшней Беларуси – не подбирать слова». Второй тезис. Если мы говорим об этико-политической небеспристрастности, если мы говорим о новой политической ангажированности независимых СМИ, то, на мой взгляд, наверное, можно говорить о подвижке в акценте вот в старой такой классической уже формуле информации и коммуникации. То есть мне кажется, что происходит сдвиг от информирования к задачам коммуникации. Я попробую кратко пояснить, о чем идет речь. Мне кажется, независимые СМИ выступают сегодня очень важным коммуникативным актором в общественном поле, в поле дискуссий. Вот эта новая миссия – быть коммуникативным актором в этом поле, где речь идет о тяжбе, о суверенности. С чем это связано? Ну, это связано… Как, в чем это проявляется? Проявляется в том, что связь с читателями, с аудиторией становится более плотной, более ощутимой, более обязывающей. Если вот этот сдвиг в сторону коммуникации также связан с тем, что повышается, мне кажется, уровень рефлексивности, и вообще рефлексивность медийной работы, она приобретает такую, ну, вообще сложную такую иерархическую структуру, ну, не обязательно иерархическую, но несколько уровней появляется. Как минимум четыре уровня рефлексии можно выделить, как мне представляется. Нужна рефлексия по поводу факт-чекинга, то есть такая самопроверка себя в терминах профессионального кодекса. Нужна рефлексия на предмет адресата. Кто? Кому посыл идет? Нужна рефлексия на предмет интенции. Какой посыл я хочу транслировать? И нужна рефлексия на предмет формы. В какой форме лучше этот посыл донести? Ну, вот журналистика, мне кажется, сегодня находится в таком режиме какой-то совершенно новой мобилизации. И здесь возникают вопросы, которые было бы очень интересно обсудить с учетом той расстановки сил, которая сегодня есть. Не буду расстановку сил сейчас воспроизводить, она вам известна. Вопрос об адресатах и о стратегии. Какие коммуникативные стратегии сегодня целесообразны в зависимости от того, на какую аудиторию, кто является приоритетным адресатом. И я лишь хочу затронуть лишь один момент, лишь по одному опцию проблематизировать. Как реагировать на действия властей и заявления властей сегодня. И отчасти это в продолжении вот того интервью, который, вот того разговора, который у нас с Надеждой Белохвостик состоялся. Я рада это как-то продолжить, эту линию. Вот в заключении хочу на этом остановиться. Позвольте сначала несколько исторических примеров. Вот Китлер и Сталин. Есть исторические исследования, задокументированные, со свидетелями. И я цитаты сейчас привожу из этих работ относительно Гитлера в работы Хайдена, der Führer, «Восхождение к власти», в работы 1944 года. Автор отмечает феноменальную лживость Гитлера, отсутствие чувства реальности почти во всех его высказываниях, его равнодушие к фактам, которые он не считал жизненно важными. Почти в схожих выражениях Хрущев описывает, цитата, «Отвращение Сталина к правде жизни и его равнодушие к реальному положению дел». Эти все отсылки, и очень много документов в этом плане, можно найти в книге «Арент истоки тоталитаризма». Теперь в нашем реалии. Риторика и поведение нашего суверена, она не строится на рациональной политической программе. Рациональная политическая программа – это для общества с открытой и равной политической конкуренцией. Риторика и поведение нашего суверена скорее описывается в терминах «важдизма». Вот как это еще понимал… В общем, в основе даже то, как это понимал еще Муссолини. Вождизм – это концепт, который предполагает, что поведение, включая риторику, вождя, основывается на такой специфической политической витальности. Это такая жизнь в моменте, жизнь в ситуации, жизнь в переживании. И это очень подходит для стратегии, необходимой для жизнеустойчивости суверенного узурпатора. Потому что главное, жизненно важное для него – это поддерживать, раскручивать свой вымышленный мир, свою мифологию. Поэтому, как мне кажется, искать логику в его высказываниях, сопоставлять позиции – это совершенно провальное и бессмысленное занятие. Решения слова могут выглядеть совершенно противоречиво извне, то есть с точки зрения здравого смысла. Но надо помнить, что они лишь фрагменты, они лишь следы генеральной линии. Генеральная линия – это продвижение легитимирующего мифа. То есть все содержание производится внутри этого мифа и ради поддержания этого мифа. А поэтому возможно любое вранье, возможно любой абсурд, можно в этой аудитории сказать одно, перейти в следующую аудиторию, сказать другое. Потому что важно несоответствие слова положению дел. Важно движение. Важно удерживать аффективно, эмоционально, на уровне вот такой динамики и самоутверждения. Вот эту вот позицию суверена. И поэтому то, что я не… Почему я на этом специально остановилась? Потому что, к сожалению, правда не раз наблюдала в работе некоторых аналитиков, будь то видеоматериалы или попечатные материалы. Пытаться аналитически разбираться в этом контенте значит допускать возможное рациональное основание. То есть наделять этот контент силой квази-реальности. А это не реальность. Разбирать противоречия, искать какую-то рацию разных действий и высказываний, произведенных в рамках этого мифа. Значит, надувать этот пузырь изнутри своими рациональными высоколобыми разборами. То есть в итоге помогать делать то, чем занимается пропаганда. Ну, Арнт это определяет так. Отсекать массы от реального мира. То есть не надо инвестировать свою квалификацию в поддержание этого мифа. Ну, в этом же ключе нашла интересную… То есть не буквально, но немножко схожие замечания у Сержа Харитонова, но уже не буду приводить. На мой взгляд, задача заключается… Одна из задач заключается в том, чтобы противодействовать раскрутке мифа. Как? Это, конечно, вопрос для дискуссии. Но мне кажется, что… Какая-то рабочая, да, как я… И гипотезу хочу высказать. Мне кажется, что очень важно здесь обращать внимание на форму сообщения. Нужно найти… Речь идет об искусстве коммуникации. Нужна… Это такая форма сообщения, которая позволила… Имела бы эффект такое… Искусство взлома, искусство деконструкции мифа. Искусство пресечения, экспансии политического навождения. Какие здесь рабочие идеи, инструменты можно предложить? Навскидку. Я не специалист в области возможных таких инструментов, но со стороны философских теорий коммуникации. Понятно, что здесь речь идет действительно о некотором искусстве. Речь идет о какой-то композиции новостей, о каком-то эффекте монтажа, насколько этот прием возможен перенести в поле медиа. О каких-то иронических, эстетических средствах. Это могут быть визуальные образы, мемы, ролики. Это о спекулятивно-провокативных сценариях. В качестве примера хочу привести ролик Шучинщина. Очень хороший ход. И вот можно брать как просто метод, в качестве метода можно основываться. Потому что здесь работает такой обоюдоострый эффект. С одной стороны, это вызывает такую фрустрированность у условных ебатик и лояльных режиму. А с другой стороны, это работает как такой эмоциональный допинг. Такой encouragement для наших. И последнее интересное здесь концепт в этой связи, который может быть практически как-то применен, это фигуры трикстера. Вот, мне кажется, можно опробовать такое ироническое трикстерство, как инструмент протестного движения. Трикстер – это такой пародийный двойник власти. Что может трикстер как метод, как способ коммуникации? Он может осуществлять перманентное разоблачение иллюзорности продвигаемого образа реальности. Вот этого самого навождения, которое производит пропаганда и стоящий за ним суверен. В этом плане хочу отослать книжки Шейлы Фитцпатрик «Срывая маски», «Tear of the mask» 2005 года, где можно почерпнуть какие-то продуктивные идеи в этом плане. В этой книге она анализирует трикстера как метафору советского субъекта, позднесоветского субъекта, который ищет альтернативу советской идеологии. Но это не единственная, конечно, книга, публикация, где эта фигура рассматривается как способная производить требуемые сегодня эффекты. Мне кажется, эти эффекты могут, конечно… То есть медиа – это та среда, где эти эффекты могут производиться, генерироваться и достигать своих целей. Я на этом завершу. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ